Елена Васильевна для меня была прежде всего подругой, близким человеком, а уже потом таким партнером, потому что мы вместе с ней придумали. Собственно, это было ее предложение. Сначала мы просто дружили, а потом она предложила, давай что-то придумаем вместе. И как-то мы потом спорили, кто предложил это название создать фонд Елены Образцовой. Она говорит, что я? Может быть, может быть. Мне казалось, что она, ну точно, что она сказала, давай придумаем что-то вместе и будем работать в Москве. Потому что вот здесь, в Петербурге, уже многие годы у нее существовал культурный центр Елены Образцовой с 96-го года, и теперь уже ему 20 лет. Но это Петербург, это ее родина, ее любимый город. А все-таки 50 лет ее творческой жизни уже после консерватории, с третьего курса консерватории она стала солисткой Большого театра. И вторым ее родным городом стала Москва, если не говорить о том, что ее родным местом была вся планета. Потому что она перемещалась, и когда ее спрашивали, где вы живете, она говорила, я живу в самолетах. Потому что так бывало, что одна ночь в одном месте, а другая ночь уже не просто в другом месте, а в другой стране или на другом континенте. Такова была ее творческая судьба. А вот в Москве у нее не было подобного какого-то учреждения, и ей очень хотелось. И мы создали этот фонд Елены Образцовой, чтобы осуществлять и в Москве какие-то культурные проекты. Мы сделали, успели за последние годы ее жизни провести много просто потрясающих концертов, один из которых является действительно всемирно известным. И он исторически, это концерт на сцене ее родной, исторической сцене Большого театра России, 28 октября 2014 года, он стал последним в ее жизни. Она там спела любимую партию, партию графини из оперы Чайковского, ее любимого композитора, из оперы «Пиковая дама». Эта партия была с нею ровно 50 лет. Вы знаете, вот так судьба распорядилась, она впервые спела эту партию в 1965 году, 10 января, а ушла из жизни 12 января 2015. Она успела 10 января, еще при жизни успела жить, 50 лет исполнилась ее партией графини. Молодой девушкой, 25-летней, она начала петь графиню, ей приходилось очень много грима накладывать, а ушла из жизни в 75 лет, когда все меньше она говорила грима. Она шла уже к этому возрасту, возрасту графини, хотя ни внешне, ни тем более душой и энергетикой никогда не соответствовала этому образу. Она была очень энергичная, очень деятельная, в ней было столько энергии, это был настоящий вулкан. И я никогда не верила, что этот вулкан сможет потухнуть. Вы знаете, это и произошло. Вот земной путь ее вроде как оборвался 12 января 2015 года, но она продолжает жить. Она продолжает жить и в своих записях, и в своих учениках многочисленных. Вот столько на сегодняшний день прошло уже 10 конкурсов, который был учрежден здесь в Петербурге в 1999 году. Конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой, он известен тоже во всем мире, этот конкурс. И в этом году 10 лет конкурсу юных вокалистов. Он будет шестой по счету, учрежден был в 2016, ему уже тоже 10 лет. Вот такие даты, связанные с Еленой Образцовой, и все продолжается. Вот ее, кажется, нет, но она все равно с нами, потому что все ее дела продолжаются. И продолжаются благодаря вот этому культурному центру, в стенах которого мы находимся, и который достался ей совсем не в этом состоянии, в котором мы видим его сегодня. Тут была квартира многокомнатная, коммунальная, в ужасном состоянии. Когда она пришла, она была, конечно, сначала смущена состоянием этой квартиры. Но вот за несколько лет ее энергетикой, эта квартира, ее работой, потому что она допела концерты и денежки вкладывала в этот культурный центр, и он стал вот таким живым, таким прекрасным, красивым, с чудесной акустикой. И здесь продолжается ее жизнь, потому что творческие школы Елены Образцовой регулярно проходят то, что она придумала. Продолжаются здесь ее концерты, ее выпускники, ее лауреаты, выпускники ее творческих школ, те, кто брали у нее мастер-классы, приезжают и с радостью здесь поют и ощущают ее энергетику. И гости, все, кто сюда приходят, говорят, что такое впечатление, что она здесь. Вот вы знаете, свои частицы как будто она разбросала. Приходишь к нам в фонд, вот приходят там в Москве, и там столько афиш, там столько ее фотографий, и все говорят, такое впечатление, что она здесь. Приходят люди сюда в культурный центр и ощущают здесь ее присутствие. Вот она была таким человеком, что везде, где она побывала, как будто частицу себя оставляла. Я думаю, во всех театрах. Вы знаете, после ее ухода и в Ласкало, и в Метрополитен везде висели вот эти вот объявления о том, что ушла из жизни великая певица. Везде такая скорбь была во всех театрах. Я думаю, что стены, которые слышали ее голос, они хранят вот эту энергетику ее. То есть она везде там. Она на самом деле не ушла. Субтитры создавал DimaTorzok Мы занимаемся не только детскими конкурсами, а детским творчеством. У нас ведь есть детский музыкальный театр, теперь «Золотой ключ». Детские конкурсы – это начало-начал. И если ребенок, педагог, родители настроены на продолжение профессиональной деятельности, на продолжение профессионального обучения в училище, консерватории, а дальше уже и оперной карьере, конечно, они должны участвовать в этих конкурсах, они должны показываться, они должны приезжать к нам. И мы их отслеживаем. И эти ребята, понимаете, они из детского конкурса плавно, они взрослеют и плавно перерастают и участвуют уже во взрослых конкурсах. То есть это непрерывная работа. То есть она была за... Начали мы ее с конкурса первого в 2006 году, эту работу с Еленой Васильевной. И потом все-таки она же сама начинала маленьким ребенком, без образования, в 7 лет пришла в Дом пионеров в Ленинграде, где находится наша Анечка в дворец. И она прекрасно понимает, как одобрение высоких профессионалов такого уровня, как, конечно, сама Елена Васильевна и ее коллеги, это большой след оставляет в развитии, в воспитании детей. И не важно, что участвуют 200, 100 детей, 50 детей, 90 детей на конкурсе. Дай Бог, чтобы из этого количества осталось 3-4 ребенка. Это вот самое главное.